приветствую всех друзья вот решил записать небольшую обзорную утреннюю прогулку по нашему отелю санго клаб разис сейчас утро 6 утра 17 октября я нахожусь на въездной зоне в отель по правую руку у меня 800 и 900 номера и поле для мини-гольфа это вот собственно дорога уходит к верху откуда въезжает весь автотранспорт в отель вот на этом кольце автобусы машины разворачиваются и уезжают обратно здесь высаживают туристов и все дружно идут в приемный холл отеля собственно куда я сейчас направляюсь там у нас находится лобби зона зона ресепшн тут кстати вот по правую руку находится местный ATM банкомат принимают мастер карты визу и можно снять динары вместе с комиссией курс примерно будет порядка 30 рублей за 1 динар вот так что можно брать карточки снимать деньги и смело идти за покупками тут у нас справа стойка аннекс тура тут обычный гид сидит ресепшн и прямо по курсу у нас барная стойка лобби бара работает он у нас с 10 до 11 вечера да как и бар около бассейна вот там вот видно окна ресторана и вот мы выходим сейчас из холла и здесь небольшая терраса где также можно отдохнуть посидеть и бывают сюда выставляют аудиоаппаратуру и вечером проводят танцы далее спускаемся в небольшую аллею вот видны окна местного магазинчика тут кстати цены раза в два выше чем в магазинах за отелем так что смотрите сами где будете покупать это кстати вот справа дверь комнаты где по моему проводят инфо встречи для внов приехавших туристов и здесь вот обычно такой аромат стоит и по всей видимости вот справа это комнатки где делают массаж ну в общем это надо уточнить конечно я там ни разу не был и прямо по курсу у нас арка справа находится дверь здесь комнатка местного художника там можно посмотреть его картины и возможно даже можно их приобрести точно не знаю и сейчас мы направляемся в зону где проводится вечернее шоу дискотеки вот мы видим сцену с акустикой здесь по вечерам даже выставляют экран и детишкам показывают мультфильмы чуть дальше находится мини клуб детская комната а сейчас идем детскому бассейну есть два бассейна основной и детский вот это вот детский бассейн глубина у нее небольшая сантиметров 40 от сил кто-то стакан оставил и вот здесь вот находится небольшая комнатка в которую обычно всех туристов направляют гиды в этой комнатке вывешивается различная важная информация от туроператора конкретно сюда мы ходили смотреть время выезда из отеля и время вылет накануне перед вылетом приходите сюда и на стенде своего туроператора смотрите уточняющую информацию о времени выезда из отеля и времени вылет из аэропорта сейчас направляемся к основному бассейну главному есть вот такие стойки с душем где можно ополоснуться после пляжа и вот собственно выходим к основному бассейну здесь обычно к нам по периметру расположены дожеки но сейчас ранее утро глубина у бассейна в основном одинаковая не помню где то 2 с небольшим метра 2.46 вроде бы нужно уточниться и вот в районе той пальмы где арка глубина минимальная и там где то по пояс а на остальной части она одинаковая вот по периметру такая терраса расположена где можно от солнца спрятаться днем А сейчас мы направляемся в основной ресторан, он состоит из уличной части, где мы сейчас идем. Справа и слева у нас расположены столики. И вот сейчас мы заходим в крытую часть ресторана. Также у нас слева и справа помещения, где расположены столики. А прямо по курсу у нас зона, где расположены элементы шведского стола. Вот здесь у нас хлеб, далее у нас обычно чай, вода, молоко, здесь у нас горячее блюдо, здесь у нас сахар и кофемашина, кружки. А вот в этой части у нас расположены столы с холодильником. и здесь обычно располагаются фрукты, овощи, салаты, сладкое. 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 Ух, овощи какую пришельку уже тут как тру. сейчас давайте пройдем на противоположную сторону бассейна там немножко покажу ну вот как я и говорил по периметру небольшая крытая терраса находится то есть в полдень на солнце очень жарко и можно в тень туда скрыться а здесь вот терраса около бара который у бассейна находится здесь кстати тоже есть вай фай во всяком случае должен быть у меня подключиться к нему не получалось я сейчас подойду к дверям вот здесь вот сам собственно вход в бар вот здесь вай фай бесплатный на лобби с грехом пополам работают но тут что то не получалось да и в конце концов была симка арендовская ни там ни здесь я вай фай больше не пользовался не пытались мы подключаться к нему а сейчас дойдем еще до мини клуба детского он находится вот в той части такая маленькая дверка и возвращаемся сейчас выходим из зоны бассейна и направляемся на пляж ну вот собственно мы вышли за зону бассейна а здесь у нас 300 номера располагаются вот кстати вот за этим номером наш находится бунгало 371 вот туда дорожка как раз уходит в основном вся пешеходная часть в основном зоне отеля между бунгало выполнена в виде узких вот таких вот бетонированных дорожек по которым в основном и перемещаешься есть вот Продолжение следует... Продолжение следует... Видно, пепел лежит. Здесь сжигали листья пальм. Такая приличная дымовуха стояла на весь отель. Это вот листья, которые с верхушки срезают, чтобы придать такую форму пальмам, как вот сейчас, в каком они состоянии находятся. И вот мы практически дошли до пляжа. Вот если прямо идти, мы выйдем чуть-чуть левее от основного входа. Но мы сейчас свернем направо. Вот здесь вот какая-то огороженная территория находится, но я, к сожалению, не знаю и не спрашивал, что здесь располагалось ранее. Вот здесь вот. Прямо по курсу у нас чуть левее, по всей видимости, здание пляжного бара. Но, к сожалению, в октябре, пока мы отдыхали, он ни разу не работал. И вот, собственно, выход на сам пляж. Песок еще холодный пока. Песок еще холодный пока. вот кстати там виднеются номера первой линии по моему двухзначные с 10 по 29 вот за таким забором они находятся лежаки с пляжа никто не убирает никуда в каком состоянии их оставили в таком они до утра и будут находиться не знаю там много отзывах говорят что уже там 6 утра они все заняты ну видимо речь идет не про октябрь сами видите все свободно никаких камней полотенец шапок шарфов и тому подобное нету не знаю сейчас октябрь водорослей как вы видите тоже немного то есть это нормальное количество ничего страшного в этом нет а Продолжение следует... 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 вот этот самый мини зоопарк с животными и далее прямо по курсу у нас детская площадка конечно все старенькое но в принципе детям есть чем позаниматься тут и вот выходим к помещению детского мини клуба и возвращаемся обратно к помещению детской площадки и вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...